Троллейбусы вышли на линию. Вчера гаишники пытались сначала закрыть выезд троллейбуса в СДП. Потом они оштрафовали наше муниципальное предприятие, потом начали выписывать штрафы водителям, как физическим лицам. Это абсолютно незаконно. Можно оштрафовать предприятие, то есть водители выполняют команду руководства. Как можно оштрафовать водителей, как физических лиц, за то, что они вышли на работу? Вот. Работникам дали команду, они выходят на работу. Им выписали безумные штрафы по 22 500 лей. Мы, естественно, пойдем в суд. Если не будет вмешательства из Кишнева, мы выиграем эти суды. Но так как для того, чтобы предоставлять именно услуги бельчанам, эти люди вышли на работу, чтобы люди могли попасть на рынки, на хлебозавод, на другие предприятия, которые работают в выходные. Вы понимаете, что при том, что открыто почти все, и в Бельцах, и в Кишневе, как люди могут добраться на работу? А, вы придумали, чтобы люди ездили на работу на такси? Так у большинства из них нет финансовой возможности ездить на такси. Поэтому раз все работает, значит нужно было организовать работу общественного транспорта, в том числе выходные. И мы это сделали. Хочу заявить со всей ответственностью. Первое, что в случае, даже если вмешается Кишинев и водители, проиграют эти суды, как физические лица, так же, как по беспределу было наказано несколько водителей троллейбусного управления месяц назад, и я за них оплатил эти штрафы, так же я оплачу штрафы этих водителей. И я уверен, мне даже написали многие бельчане, что Ренат Георгиевич, раз происходит такое, давайте там откроем какой-то счет. Некоторые предприятия готовы скинуться, потому что вы понимаете, как могли работать магазины, рынки, хлебозавод и другие предприятия в Бельцах без общественного транспорта. И многие предприятия, спасибо им, откликнулись на то, что давайте за них оплатим. Я не бросал и не брошу ни одного своего человека. И я полную несу ответственность и за этих водителей, и так же, как оштрафовали администратора в рынках Бельцах, значит, никто из этих людей не будет платить деньги из своего кармана. Значит, вы знаете, рыночники такие молодцы сказали, что раз оштрафовали руководство рынков, мы тоже готовы за них скинуться. То есть, это говорит о какой-то солидарности. Меня это очень радует, о том, что люди понимают, что эти люди получили штрафы для того, чтобы помочь им. И мы поняли, что штрафы, которые должны оплатить несколько человек, спасут тысячи людей. Потому что я видел, вы видели, как была организована работа в Бельцах. Установлены все необходимые, все необходимые меры предосторожности, значит, при входе на рынок, дезинфектанты, все приходят в маски. У нас нет такого хаоса, как на других рынках страны. И общественный транспорт, чем больше единиц транспорта на линии, значит, тем больше вероятность, что не будет скопления большого людей в том или ином троллейбусе. Это было мне понятно еще тогда, когда вся страна была в карантине.